20 лекция по Java Core и, по-моему, пятая по коллекциям. Сегодня мы посмотрим... Я придумал несколько лабораторных, они уже есть на сайте. Сейчас я кратко расскажу. Так, их я рассказывал. Там я про стильный знак, это я еще не решил. Может, не быть заданий, делать пока не надо, просто у меня сайт в качестве черновика. А про стильный знак, значит, еще чернового ряда делать не надо. Вот эти три лабораторки, на самом деле, в 4, 4 не забил. Я кратко о них расскажу. И расскажу очень во второй части такой жирный пример, у которого будет несколько лабораторных. Это конкретно разные способы реализации разряженной матрицы. Это матрица, у которой чудовищные размеры, допустим, миллиардный миллиард. Но мы ее можем хранить в памяти только потому, что у нее очень мало элементов со значением отличного от дефолтного. Ну, если бы у нее все числа, все ячейки были заполнены каким-то уникальными значениями, миллиард на миллиард, 10 в 18... Ну, в общем, миллиард гигабайта у меня нет на компьютере в памяти. А если в этой матрице всего миллион элементов каких-то особенных, то миллион я хранить могу. Соответственно, возникает проблема, что делать, когда матрица снаружи выглядит как миллиард на миллиард, а внутри все миллион элементов. Посмотрим разные реализации, и там достаточно интересно используются коллекции. Итак, лабораторные. Во-первых, тот пример, что я в прошлый раз показывал, я сампровизировал. Я понял, в чем проблема, и я знаю, как ее решить. Теперь это предстоит вам. Итак, я напомню. Пример немного переписан. Я напомню. У нас есть класс точки. В тот раз я в своем примере использовал Java AVT Point. В этот раз я решил вырезать, но это некорректно. Вот где-то мой класс точки. Да. Еще. Везде здесь в примерах я делал некоторые минимальную реализацию. Это значит, что все равно надо добавить какой-то конструктор, вам не хватает геттеров, сеттеров, добавляйте в пример. Ну, то есть, у меня там есть класс, у которых есть только приватные поля, икс, июль, и все. И данные передают все конструкторы. Ни геттеров, ни сеттеров нет. Если вам нужны, добавляйте. Просто я не хотела раздувать примеры, плюс не хотела с настолько материал подавать уже совсем готовый шаблон, ставьте сюда. То есть, фактически, с точки зрения G2E-программиста, по большому счету, ну, почти везде можно ставить геттер и сеттер, если не вам нужны. То есть, это поле официальное, например, у объекта есть. Ну, вы в конструкторе передали name. То есть, все. Сразу понятно, что раз вы при создании объекта передаете в конструктор ему string с ролью name, то все понимают, все, иначе у него уже есть name. Вполне очевидно, имейте мутер, геттер, сеттер. Просто я не до этого не делаю. Некоторые поля... Так, все, поехали. Так, есть класс точки. У него есть две координаты x и y. Он получает их в конструкторе. Я сделал геттеры. Нужны сеттер и старты. Вот. У него корректно реализован метод equals. То есть, если аргумент null, не равен null. Если с класса не совпадают, не равны. Иначе привожу и точно их сравниваю. То есть, возвращаю, только в том случае, у меня тут и логическое. То есть, возвращаю true, только если и x равны, и y равны. Например, он все описан на сайте. Вот, просто я вам показываю в VDE. У него корректно реализован метод toString и у него корректно реализован метод хэш-код. Почему я взял так? Ну, на самом деле, есть неправильные способы определить хэш-код, а есть правильные способы. Проблема в том, что правильных способов много. Как неправильных много можно придумать. Например, если хэш-код каждый раз будут возвращать рэндомное число. Это очень плохо, потому что про хэш-код ориентируется на хэш-код. Она сохранила предыдущий ключ по его хэш-коду. Если я даю тот же самый ключ, что у него хэш-код при каждом вызове, тот же ключ, что у него при каждом вызове метод на хэш-код, хэш-код возвращаясь в случайное число, то мы с малой вероятностью только найдем... Вот. Проблема в том, что правильных способов реализовать хэш-код тоже много. И нет их перечня. Здесь просто ряд свойств, если удовлетворять свойствам, то все хорошо. В моем случае я сделал вот так. 31-37 это просто простые числа. Просто числа. Суть в чем. Я бы мог сделать хэш-код, например, такой. Return 0. Работали бы в лула-либы система с таким хэш-кодом. Она бы а работала корректно, но в бе работала бы медленно. Корректно почему? Хэш-код используется для грубого, для начального грубого поиска, ну, например, в хэш-мапе, для начального грубого поиска позиции этого элемента. Если хэш-код у всех элементов будет возвращать 0, если стерпитах данных, то это грубая проверка не работает. Конкретно в хэш-мапе и все будут кидать в лид-макет. То есть, вначале хэш-код, потом equals, если equals реализован правильно, то потом equals таких найдут. Просто что хэш-код, по сути дела, не будет работать. Он не мешает, но и не помогает. Да, я мог бы вернуть return x, например. Уже лучше. То есть, по крайней мере, у одинаковых точек абсолютно точно хэш-код будет совпадать. У точки 10-20 и у точки 10-20 хэш-код будет совпадать. И там, и там вернет 10. Ну, например, у точки 10-20 и 10-30 хэш-коды тоже будут совпадать. То есть, соответственно, получается, что хэш-код уже лучше, чем этот. Он тоже абсолютно корректный. Что очень корректный? У одинаковых точек хэш-код одинаковый. Раз. Хэш-код постоянный во времени. Если объекта вызывают хэш-код, раз за разом возвращается один и тот же. И если объекты равны, то хэш-коды равны. Да. Если объекты равны, у них x, y равны, то и return x, return x будет совпадать. Чем плохо этот хэш-код не учитывает y? То есть, если мы нарисуем декантовую плоскость, то у всех объектов с одинаковым y, то есть все, которые попали на вот эту вот линию, у всех хэш-код будут одинаковые. Поэтому можно сделать return x плюс y еще лучший хэш-код. У точки 10, 20 и у точки 3, 7 будут разные хэш-коды. Да? Более того, у точки 10, 20 и у точки 10, 21 разные хэш-коды. У точки 3, 7 и у точки 4, 7 разные хэш-коды. То есть, мы, в принципе, взяли все поля и как-то их смешали. Неважно как, там правила нет. Нет абсолютно правила смешения. Единственное, что плохо, что плохо, то есть тут уже начинается математика, статистика, вероятность. Что, скажем так, ну и здесь достаточно большая вероятность, что у меня будет точка, например, 2, 1 и 1, 2. Они будут одинаковые хэш-коды. Если встретить математический, то нам нужно решить уравнение хэш-код равен константе, какой-то С. То есть, х плюс у равно С. Если его решить, то окажется, что это график вот такой функции. И вот это С, и вот это С. То есть, все точки на такой прямой обладают одинаковым хэш-кодом. Ну, это если теоретически подходить, то практически означает следующее. У точек 0, 5, у точки 4, 1, не, 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 0, 5, 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1, и 5, 0, одинаковые хэш-кода. Ну, мы одно число из ха берем, одно число в х добавляем. Ну, то есть, понятно, что направлено точки 0, 5, 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1, 5, 0. У них одинаковые хэш-кода. Мы просто сложили х и и. Вероятность, что у нас попадутся точки, которые лежат на одной диагонали, ну, в принципе, она достаточно большая. Почему? То есть, дальше, это, как бы, это все теория вероятности. То есть, может быть, случай, у кого-то, может быть, такая бизнес-система, что у него х плюс у никогда не совпадает. Объясню, почему они в жизни могут совпадать. Потому что, если возьмем плоскость, да, будут все возможные индии, тут все возможные у. Но мы же понимаем, что наши точки, если они имеют какой-то физический смысл, они почти наверняка сосредоточены в какой-то области. Например, это точки экрана. У них х и и непроизвольные числа. А скажем, от нуля до 1200, от нуля до 750, что там, 8. то есть, это такой шмот, и все точки, которые у меня будут в системе, реально, которые я создал по view, они будут лежать вот здесь. Вероятность того, что тут будут точки, которые вот тут лежат, большая, потому что, ну, у меня на плоскости облако точек. То есть, я беру, провожу прямыми, напрямую попало низкоточек, у них у всех будет одинаковый хеш-код. Для них мое ускорение в хеш-мапе не будет работать. Поэтому, фактически, пытаются каким-то образом сделать так, чтобы смешать x и y, но чтобы даже при похожих x и y, хеш-код был сильно разным. Ну, простой способ, делать на что-нибудь число умножить на большое. Ну, если я возьму вот так, например, 31x плюс 37y. То, что у меня получится? В предыдущий случай было 5 у меня, 5, 0 и 4, 1. Если я их складывал, эти точки расположены рядом. 5, 0, 4, 1. Вот они рядом. Ну, а если мы их вот так смешиваем с умножением, то что у нас получается? Здесь получается 31 умножить на 5 плюс 0 равно 155. А здесь получается 31 умножить на 4 плюс 37 равно 124 плюс 37 равно 161. Ну, раз как-то их разбросало. Две ряда в стоящей точке имеет, в общем-то, похожий хеш-код, но разный. Поэтому, если вы почитаете Джошуа Блохо, эффективный яру, у меня там есть целый раздел, где около 5-7 советов, как правильно делать, и касс, и шкод, и касс, и касс. Там есть алгоритм, вот он рассказывает, как смешивать лучше. Правильного способа нет. То есть, надо понимать, что есть просто способы, которые в вашем случае лучше, а способы, которые в вашем случае хуже. Например, если точки, действительно обе координаты получаются при помощи рандомайзера, то я их могу складывать. У меня вероятность, что точки будут часто рядом, такая же вероятность, что будут шиточки на большом расстоянии. Тогда нет смысла туда нажать. Если же это реалитические точки, то чаще всего они сосредоточены областями. Итак, поэтому я сделал так. Здесь класс точки. Да, единственная книга, где действительно более-менее нормально описано, как делать методы хеш-код, ико, сту-стринг, компэн, компэнтур, это Джошуа Блочек, эффективный яру. Итак, класс точки. Это моя область. Ну, в прошлый раз она называлась гейм, я это называла ария. Поскольку ничего игрового нет, это неправильно сделано, так что в прошлый раз, поэтому I добавил пэшн, у меня есть правильное решение. Я говорю, что я делаю. Я делаю 3-сет. Я внутри арии делаю приватное, никому не видимое поле, типа 3-сет. Я привожу его к навигейку сету, на самом деле, это особенно смысл не имеет. Единственная реализация в GDK навигейку сета, это 3-сет. Ну ладно, вдруг тут другую реализацию ставят. То есть привожу класс к интерфейсу. Я буду пользуясь методами этого интерфейса. Итак, самое забавное, что я, когда буду добавлять точку, я ее два раза добавлю в две разных коллекции. В принципе, это не запрещено, потому что эти коллекции приватные, их никто не видит. И то, что я вот так реализую функциональность, никто не видит. Ну, я не нашел, если я не нашел одной супер-купер структуры данных, которая решает все мои проблемы, делать все методы. Я имею право хранить туда несколько коллекций, свои беды добавляют во все коллекции, в некоторой коллекции. И больше методами той коллекции, которые меня сегодня больше устраивает. Ну ладно, что снаружи у меня есть структуры, я фирмализую, ну и все работает корректно. Поэтому, когда я добавляю точку, я добавляю в обе коллекции. Самое забавное, что я в одной коллекции передаю компарата, я не делал мою точку имплемент с компарентом. Потому что, ну вообще говоря, точки на плоскости неоднозначны, как можно сравнить. Что значит, одна точка больше другой, она дальше от центра, выше, бевее, правее, ниже, сумма квадратовых координат больше, или что? будет. Поэтому, мой классопоинт, нет, он не имплемент с компарентом. Поэтому, я делаю два гермет-компаратора. И я делаю тресет, передаю компаратор, который сравнивает точки по х. То есть, один компаратор, сатирую точки, по х. плюсовой координате. Если точка стоит правее, если х координата больше, то она считается больше. Если по вертикали, сейчас компаратор не могу различить. Они типа, все одинаковые. кого-то взял все точки, спроецировал на ось x и по одной линейке стоял. То же самое делаю по оси y. А теперь, у меня есть метод select points. Для чего это все делается? Для лабораторки. Я могу в мою, наверное, область, кусок плоскости вообще. Добавил 4 точки. Они лежат, ну, примерно вот, вот так. Вот это 100, это 900. Это 100, это 900. Они на пересечении лежат. Я добавил 4 точки, я могу выбирать прямоугольники. Я выбираю все точки, которые лежат в этих прямоугольниках. 200, 700, 300, 800. Там никто не лежит. Это я внутренне взял. Какой-то, вот такой, наверное. Или вообще внутренне. Там никого нет. узкий взял квадрат. Какой квадрат? 0,500, 0,500. То есть, 0,500, 0,500. Вот вырезал квадрат. Куда попала? Одна точка. Но эта штука, как в прошлый раз получилась, работает некорректно. Вот на таком случае. Сейчас я объясню, почему работает некорректно. И вы должны это починить. Это можно починить, заменить всего две строчки. Во всем примере. Вот у меня вот эта не должна быть пустая какая-то. Вот эта. Что там? Предпоследие, да? 400, 2500, 5000. 400, 2000. То есть, я взял от 400 до 2000. И от 500 до 5000. Ну, вообще, это вот область. Такой квадрат здоровенный, который захватывает этот угол. И там должна быть одна вершина. Вот эта. Но почему-то у меня пустые скобки. Ничего не вернуло. Дело в том, что идея умереть хорошая, но реализована немного неправильно. то есть, как я выбираю еще раз, у меня есть точка. Есть две коллекции. один тресет. Один тресет, второй тресет, это x-индекс, это y-индекс. В x-индексе они все ассортированы по x-овой карбинате. Когда я вызываю у x-индекса метод subset, и передаю ему отлево, включая, ну, то есть, лево, left x, то есть, left x попадает сюда, до right x. Я говорю, выбираем все точки, у которых писовая карбината отсюда до сюда, y-любой. Потом то же самое делаю по y, любые точки. А потом эти множества пересекают. Метод retain all, он пересекает. То есть, когда мы даем, он определен у интерфейса collection, и когда я одной коллекции делаю retain all, даю вторую коллекцию, то этот метод оставляет в первой коллекции те и только те, которые есть и здесь, и здесь. Объясняю. Собственно, давайте. То есть, если у меня будет одна коллекция, какая-то, а, и за лист, сет, неважно, и там хранятся числа 1, 7, 9. Во второй коллекции хранятся числа 4, 12, 7. Если я сделаю то же самое у b, вызову retain all, b, то в таком случае b не изменится, аргумент не тронут. В a останутся те и только те, которые есть и в a, и в b. То есть, после этого вызова a будет равен, что есть общего, элемент 7. Будет коллекция, в которой 7. Если я сделаю то же самое у b, вызову retain all, то b изменится. То, кто вызывает метод, тот изменяется, аргумент не изменяется. И в b останется тоже элемент 7. Ну, то есть, общий элемент для a и b. То есть, я выбираю сначала по такой координате, потом по такой координате, но пересекаю. Те точки, которые лежат и в этой полосе, и в этой полосе. Мой метод, то есть, моя реализация, идея, хорошая идея, правильно, работает не совсем правильно. Я объясню, где она работает неправильно, а ваша задача исправить. У меня, вообще говоря, не совсем правильно реализованы методы Компе. Ваше значение исправить, по сути дела, вот эти две строчки. Вот эту и вот эту. У меня после исправления одна строчка превратилась в две строчки. То есть, смотри, идея абсолютно правильная. Реализация выглядит, как будто это правильная реализация, правильная идея. Но нет, это не совсем правильная реализация, правильная идея. То есть, идея о том, что я выберу сначала точки, лежащие вот здесь, точки, лежащие здесь, потом пересеку, она хорошая. Но вот этот компаратор не совсем правильный. Оба компаратора не совсем правильные. Ваша задача подумать, если никаких идей в голову не приходит, поспрашивайте у тех, кого приходит, или пишите в скайпе или на e-mail, дам подсказку. Лучше пишите на e-mail, человек проверяющий лабораторный вернулся из отпуска. Все, вчера начал проверять. Спрашивайте у нас подсказку. То есть я скажу так, дело в том, что как бы общая подсказка такая. Метод compare и compare-to, ну compare-to у comparable, compare у компараторов. Он делает как бы две работы. С одной стороны он решает, кто больше, а кто меньше. То есть если он вернул положительное число, если ему дал аргумент 1 и аргумент 2, и он вернул число больше нуля, значит этот больше того. Тут вроде идея правильная. Если же он вернул число отрицательное, значит этот больше этого. Больше в нашем смысле. Левее, выше, длиннее, глубже. Что мы там делим ввиду? Для людей что угодно, любые параметры можно сравнить. Так вот. Но кроме того, эта штука может еще возвращать 0. И если она назначает 0, то пользователь метода compare и compare-to понимает, что объекты равны. И вот в этом месте моя реализация не совсем верная. Хорошо. Это задание номер 1. То есть у меня получается, что у одной лабораторки несколько заданий. Вот оно описано, все. Пример использования, все описано. Это номер 1 задание. Дайкрыжу. Корректные примеры. Здесь корректная работа, когда я специально все точки сделал разными. У них ни х, ни у, и все уникальны, не совпадают. Это задание номер 2. Оно, в общем, дайкрыжу таких заданий не давал. Попробуем. Вопрос следующий. Выяснить, каким образом выполняется метод retainAll. Конкретно у меня в коде. То есть я беру 3-сет, вызываю у него субмап. Что он породил мне? Субмап вернул 3-сет. Или что он вернул? Я же не знаю. Я делал коллекцию 3-сет. Вызывал метод субмап. Метод субмап возвращает, если я нах по JavaDocci, то он возвращает какую-то реализацию на VGable-сет. Не факт, что это 3-сет. А может и 3-сет. Выясните. И потом я получил 2 непонятно каких реализации. на VGable-сет. И в одной из них я вызываю метод retainAll. Вот вопрос. Найдите в JDK конкретно где этот метод retainAll реализован. В конкретном классе. Как-то абстрактном предке. Может в абстракт, map, абстракт, collection, абстракт, set. Я не знаю. Найдите. Вот JDK я в конкретном методе вызываю. И следующий вопрос. Смотрите. Я в своем решении всегда принудительно. Я строил полосу, выбрал по X, то есть X, X и все точки, которые попали. Потом по Y делал. Выбираю. У меня две полосы и потом их пересекаю. Пересечение у меня как бы несимметричное. Объясняю почему. Я у X сказал, убери из себя всех, кто в Y. Результат симметричный. Я сказал, что X selection retainAll Y selection равен, если я поменяю местами, Y selection retainAll X selection. В любом случае, если я у X вызову метод аргументом передав Y, или наоборот, у Y вызову метод аргументом передав X, а результат будет один и тот же. Ну, в смысле. В таком случае мы все, а в этом случае в Y останутся те и только те элементы, которые есть в обеих коллекциях. Ну, а теперь вопрос. Представьте, что в одной коллекции тысячу точек, а другой две точки. Что быстрее? У тысячи вызвать retainAll две, или у двух вызвать retainAll тысяча? Ну, что вы можете сделать? Я предлагаю посмотреть на этот метод. Если оказывается, что действительно он работает с разной скоростью, когда мы меняем аргументы, то я вам предлагаю в этом методе написать в конце не вот эти две строчки, а она писает, if X selection size больше, чем Y selection size, тогда сделайте одно, иначе сделайте другое. Естественно, посмотрите также, с какой скоростью работает метод size. Может быть, у вот этих вот коллекций, которые мне вернули, вот я сделал subset, да? Получил какую-то коллекцию. Какая конкретно? Узнаете ее тип, посмотрите. Если у меня есть поле типа size, то метод size просто делает. Return size. Он работает мгновенно. Можно такого поля метода высчитывать, например, как у LingQ-3 100, да? Метод size, ну, я пойду, посчитаю все элементы. В таком случае, мне кажется, что метод size очень дорогой. Например. То есть ущите это тоже. Я, честно говоря, не смотрел какие-то реализации, я не знаю, просто ущите это. Почему это, может быть, важно? Ну, представьте, что у меня на плоскости как-то облаком расположены точки здесь, да? И по какой-то причине я сделал вот такую выручку. Я хочу узнать, как лежат точки вот в таком прямоугольнике. Очень узко. Эта игра, я сейчас хочу отрендерить коридор, по которому глядят чудовища. Ширина коридора 2 метра, длина 100 метров. Что оказывается? Если я все точки плоскости, если я выберу те, которые вот здесь лежат, очень узкая полоса. Из всех точек, да, ширина здесь, допустим, 200 метров, а я выбираю с двух метров. То есть в среднем 1% точек сюда попадет. Но вот эта выборка вернет практически все точки, она будет бессмысленная. У меня длина коридора 150 метров, а вся карта 200 метров. Из того, что я взял не все точки по игре, не с 200-метровой поляны, а с 150-метровой, я почти не вмешиваю это количество. И у меня очень легко на таких коридорах будет получаться, что две выборки дали совершенно разные результаты. Тут 7 точек, а тут 700. И надо решить, как вызвать у икса ретейнл к игреку, или у икса ретейнл к игреку. Просто поковыряйтесь в GDK. Так, это одна, вторая. Я точно решу, какие там со звездочками, какие без звездочек. Какие точно найти, давай. И так, такое задание. У меня есть класс user. Такое задание сейчас простенькое, второго будет намного сложнее. Есть user. У него есть поля int типа h, string типа n, name типа string, int string. Он получает об конструкторе, дал ему getter, нужно сеттер, делайте сеттер, ну, не важно. Метод to stream, просто для удобства. Я говорю, сделайте ему компаратор. То есть какой-то user-компаратор, имплемент с компаратор по юзерам. У него вот этот метод надо реализовать. Я этих юзеров буду сортировать. И у меня просто, то есть требования достаточно простые, просто надо корректно реализовать. То есть, возможно, у меня где-то в коде на сайте есть пример или... Так вот. Я считаю, что в начале людей сравнивают по имени. То есть, Вася стоит раньше, чем Петя. То, что Вася начинается на V, ну, и в русском алфавите V раньше стоит. Петя начинается на V, в русском алфавите V позже. Ну, в английском наоборот. Если у меня... Тут вопрос, потому что у меня строка типа стрим. У меня есть два странных значения. Пустая строка и строка типа mood. В вашем случае, когда вы делаете метод compare, hashcode, to stream, вы... Вообще говоря, в моей системе, когда я целиком делаю, иметь юзера, у которого name равен null, вполне возможно, это плохое значение юзера. Возможно, не хочу, чтобы в моей системе были юзеры, которые ими равно null. Это ненормально. Но! Незадача метода hashcode, equals, to string, compare, compare, to, это проверять на это реагировать. Да. Может быть, что вы в конструкторе ставите проверку. Если вам в конструкторе или в сетере аргумент дают null, выкидайте legal argument exception. Возможно, она проверять данные пришедшего пользователя. Откуда создается юзер? Его с веба заберет, зарегистрировался ли оттуда. Когда мы делаем вот эти технические методы, e-call, hashcode, to string, это не наше дело. Если в поле null, значит, это делать. Если этот юзер существует, у него все поля null. Значит, для него это нормально. То есть метод equals, hashcode, to string, compare, compare, to, никогда не должен бросать исключение. Если что-то создали по нью, оно уже существует. Возможно, это плохая штука, она будет переписана в систему. Но метод не должен на нуле свалиться по null-point exception. Телегал аргумент exception. Потому что это не его дело. Это не то место, где проверяется корректность полей. Если я создал юзеры, добавляя в 3-мак, оттуда вылетает exception. Плохой юзер. В каком смысле плохой? Я помню, создал мой. Все. Поэтому при реализации, когда мы, например, делаем метод комбайнат, то уехал всегда надо учитывать, что поля могут иметь странное значение. Для ссылочных типов это null. Для строки еще есть такое странное значение, как пустая строка. Сразу вникает вопрос, считайте пустую строку эквивалентной null. Если у нас нет дополнительной информации, то пустая строка и null это разные строки. Строка, состоящая из одного пробела, это еще один тип строк. Неравный нулевой, пустой строке. Строка, состоящая из одного символа переноса, там, в бэкслэшн, тоже другая строка. Если нам не сказали иного, и вы реализуете метод, то технически это разные значения типа стрим. Все, они различаются. Все это разное. Поэтому я решил, что у меня... строки сортируются по имени. Вася стоит раньше тренинг. При этом null должен стоять где-то. Это если вы не равны null. А дальше начинается. А null, он больше всех или меньше всех? То есть вася, бин, у которого name равен вася, и бин, у которого name равен null. Я решил, что... Так, что там? Ну, в общем, я решил, что null будет самый маленький. Те, у которых имя равно null, стоят раньше всех. Хорошо. Если нельзя определить, кто раньше. Это в том случае, либо у них имена у обоих null, оба стоят раньше, а между собой кто стоит раньше. Они стоят раньше тех, у кого не равно null. Либо у них имена не равны null и совпадают. Вася, Вася. В таком случае я предлагаю сортировать их по возрасту. Да, помню. То есть, Вася 20 лет стоит раньше, чем Вася 30 лет. Вот просто надо это реализовать метод компания. То есть, вот эти правила описаны, все-таки. То есть, задание очень простое. А теперь задание сложное. Вопрос. У меня есть класс человек. У него тоже самое. У него есть возраст, типа age, типа in. Есть имя, типа string. Есть массив его адресов. Что такое адрес? Тоже сложное существо. У него есть штат, типа state. Есть city. Да, конечно, city должна быть с маленькой буквы. Есть город, строка. Есть название улицы, строка. У него есть номер дома. Я не делал настоящего юзера. Я настоящий адрес, конечно, намного сложнее. Все эти адреса, типа 11-13, ну и так далее. У адреса есть state. State это admin. Почитайте сами, познакомьтесь, что такое. Буквально в Java есть, скажем так, три разных ссылочных типа. То есть в детали продаваться. Они все у себя почти одинаково, но просто по факту использование немного разное. Это, собственно, когда мы наследуем явно класс object или неявно. Я пишу класс, трата там. Класс, трата там, фигурные скобки. Все, я наследник object. Второй тип это массивы. Ну, мне же не пространство, я не могу отнаследоваться от массива. Ну, такие, например, штуки. У них есть квадратные скобки. Ударит классно-падратные скобки. И admin, появились в пятой Java. Это тоже ссылочники. Ссылка типа admin тоже может быть равна нулу. Это непримитивный. Вот. In admin я сделал перечисление. Вообще, говорят, уже были все американские штаты, но мне было непедагично вбивать все так, десятка, десятка, десятки, два штата скобки. Я вот вбил пять штатов. Можно так сделать. Почитайте, что к нему. То есть я, когда строю адрес, я не пишу строкой state, потому что я знаю, что заранее прорывал систему, что в Америке четко определенное количество штатов. Я выбираю один из нескольких, которые уже там забиты. А теперь вопрос. То есть, ну, у меня есть плюс, у меня есть поля, и одно из полей типа адрес, у которого есть свои поля, и одно из полей типа state. Совершенно типичный бит. Ну, то есть, обычно так все и программируется. А теперь вопрос. Моего пёса, она не реализована. То есть он, мало того, что это именно типичный бит. Конструктор, гэтеры, сэтеры. Он, соответственно, так. У него он имплемент с компарейдом. Из-за этого у него появляется метод «нужно реализовать компарету». Этот пёса можно сравнить с другими пёсами. Я вам предлагаю задание. Тут семь заданий. Задание один, два, три, четыре. О, тут не хэш-код должен быть, а string. ToString. Задача – реализовать метод ToString, метод equals, метод хэш-код, метод компарету. При этом корректно обрабатывать то, что у меня модуль. Все ссылочные типы модуль, равны нул. Ваш код должен падать по нул койтерэксэпшн. Всегда проверяйте, равен нул или неравен нул. Например, массив адресов. Можно равен нул. Или же массив адресов может содержать значение равный нул. Адрес, адрес нул, адрес нул. Вы не имеете права обхватывать, вы технический метод. Если такого юзера создали, вы должны отработать. Нормально, что у человека два адреса и два нула в массиве адресов – это не ваше дело. Ваше дело – технический сравнить. У этого на этом месте адрес, у другого – нул. А, это разные значения. Нул и нул. Нул равен нул. Два адреса. Придется сравнить два адреса. Итак. Тут ToString. Возможно… Замечание. Да? Возможно, вы найдете разумную, добавляете методы, то есть, наверное, реализовать четыре метода в классе Pesson. Но, возможно, разумно добавить методы также в класс, адрес и state. Ну, я объясню. Когда у Pesson вызывает ToString. У Pesson есть его поля, да, возраст и иные. Он их как-то пройдет в ToString. А помню, есть массив адресов. То, что массив – это, конечно, проблема Pesson. Он должен массив отроводить. Но не факт, что он должен каждый адрес превращать в строку. Возможно, адрес должен сам себя превратить в строку. То есть, возможно, Pesson. Возможно, у класса адрес переобретет в ToString. У класса адрес переобретет в ToString. И адрес сам умеет превращать себя в строку. Тогда Pesson просто берет адрес в ToString. Если нул там что-то делает, если не нул, пишет ToString. То же самое с ИКОлсом. Вполне возможно, не Pesson должен брать два адреса, выговорить себе поля и сравнивать. А вполне возможно, что у адреса есть метод ИКОлс переопределенный. И мы берем два адреса, верно, у спрошу другого, ИКОлс или нет. Это первое. Да, потом. Дурацкие значения технические учитываются. Все ссылочные типы могут равны нулу. Стрим может править нул. Массив может править нул. Массив может содержать нул. Адрес адресу. Второе. Странное значение. Учитывайте, что массив может править нулевой двины. Это странная конструкция джава, но она везде есть, но везде ее странно отточить мне бизнеса интерпретировать. И равно U, ИКОЛЬ. Массив нулевого размера. Самое забавное, что при этом реально создается объект. И по большому счету никакой оптимизации. То есть вообще массив без элементов странный массив. Ну, может было как-то исхитриться, но вроде виртуальной машины. Не создавать такой массив вообще. Он же ничего не хранит. Ну, а проблема в том, что в джаве такой массив, таки имеет хэш-код. Каждый раз, когда я спрашиваю хэш-код, он возвращает одно и то же число. Возвращается, что этому массиву где-то соответствует, и он где-то хранится. То есть мы не можем выбросить такую штуку. Потому что, когда мы делаем второй раз то же самое, когда у тебя равно то же самое, то U, ИКОЛЬ, и один хэш-код, и у него другой хэш-код. Ну, если мы в реальности проверим, так и будет. Потому что каждому новому объекту джава пытается дать случайное новое число. И, в данном случае, она попытается дать, да, в другое. То есть, где-то эти данные хранятся. С точки зрения бизнеса массива пустого размера, ну, следует воспринимать, кучейка или монет адресов. В джаве всегда, то есть на стыке системного и бизнесового, возникают и от проблем. Например, если учебка нет адресов, как правильно хранить? Массив адресов нулевого размера или нул? То есть мы должны принять решение. Зачастую убирают массив нулевого размера. Но там приходится нам везде входит вставлять, чтобы, если нам пытаются вставить нул, чтобы мы кидали исключение. Понимаете, одно безусловое значение технически уже хранит двумя разными видами. Массив нул и массив пустого размера нулевого. Но это уже их проблема. Ваше дело у вас попался, то есть массив пустой и массив нул для вас неравны. То есть это проблема у бизнесменов, если они не отследили, у них обе ситуации возможны. И задание 7. Метод ToString реализовать надо один раз. Вот здесь метод ToString. Я хешкодник не писал, что ToString. Но вот здесь 2, 3, 4 и 5, 6, 7. Чем отличаются? 2, 3, 4 проще. 2, 3, 4 считается, что в массиве адресов важен порядок адресов. Мы, например, решили, что какой это может бизнес-смысль. Если мы пытаемся человеку, хотим послать письмо, мы посылаем на первый адрес, который в массиве, индекс 0. Это самый главный адрес, его прописка. Посылаем письмо. Если письмо не дошло на адреса, мы посылаем на второй адрес. Не дошло на третий. Для этого, в общем-то, адреса всегда храним в порядке. Чем оно ближе к началу массива, тем вероятнее человеку доставим письмо. ФБР. Первый адрес, это адрес, где его видят каждую ночь ночующим. Второй адрес его бывшей жены. Третий его один раз видели где-то в гостинице. Если его будут искать, будут искать сначала там ночуют, потом бывшей жены, потом гостиницей один один раз будет. Тут все просто. Очень легко сравнить 2 массива. Когда массивы равны? У массива должны быть, они оба либо равны нул, либо неравны нул. Если оба неравны нул, у них одинаковая длина. Если у них длина одинаковая, то мы сравним просто нулевой линейн с нулевым, первый с первым, второй со вторым, третий с третьим. Если хотя бы раз не совпало, то все неравны. И в задании 2, 3, 4, когда он делает метод equals, хэш-код и компекту, считать, что порядок элементов массива важен. То есть массивы со значениями 1, 7, 9 и массив, в котором 7, 9, 1, это разные массивы. Во втором случае задание тоже самое. Сделать и calls, и хэш-код и компекту, но порядок элементов не важен. То есть точный бизнес начать следующее. Это, например, есть компании, у них офисы в городе, у них нет порядка. У них в каждом районе по офису, в киевском районе, в октябрьском. Если в одном месте мы пропишем адрес офиса в октябрьском районе, то адрес офиса в киевском районе, а в другом месте переставим местом, то это одни и те же адреса считаются. Коллекция адресов одна и та же. Да, в данном случае человеку правильно было бы использовать java-util-set. Если мы видим поле типа set, то человек нам явно своим типом показал, что порядок не важен. Но по какой-то причине человек не использует коллекцию, он использует массивы. И вот у него без исходники порядок не важен. И теперь реализовать эти же самые методы. То есть в чем проблема? Раньше вы сравнивали. Оба не равны, оба равны нул. Значит эквивалентны. Там equals. Оба не равны нул, сравним длины. Длины не равны, не равны. Длины равны, сравним элементы по элементам. Хоть одно неравенство, все не равны. Теперь проблема в том, что мы идем, 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 но в конце надо что-то сделать, чтобы эти массивы были равны. Ну это адреса, скажем. То есть он указал адрес в Артягском районе, в Киевском, в Ленинском, в Артягском, в Киевском, в Киевском. Это одни и те же наборы адресов.